Испанские группы Коллектив по-прежнему удерживает свою позицию с более чем 25 миллионов мировым тиражом, несмотря на то, что официально прекратил свое существование в конце 90-х на пике своей популярности. Творчество Мекана можно разделить на два периода. Первый период охватывает с 1982 по 1986 год, когда группа выпустила серию альбомов в стиле техно-поп, завоевавших признание испанской публики. Второй период начинается с 1986, после того, как Мекана выпустила альбом «Между небом и землей». Вместе с ним коллектив приобрел международную славу. Подобный успех был обусловлен очаровательным смешением попа, рока, фламенко и традиционных латинских ритмов. В середине 70-х Хосакано встретил альбом. И у них завязался роман. Она полностью поддерживала его в желании стать певцом и автором песен, будучи бэк-вокалисткой его первых композиций. В это время его брат Начо Кано поссорился с друзьями, с которыми он сформировал группу «Призма». Таким образом он присоединился к Ане и Хосе. Первоначально из-за восхищения братьев Кано английским синтипопом и играя с фамилиями братьев и профессии дедушки Анны Торохи, он был механиком, было предложено название «Мекано Хьюмано». Такая вот отсылка к Хьюман Лиг. Однако, вскоре они сократили его да просто «Мекано». Имя, которое в любом случае очень хорошо соответствовало современной поп-эстетике и техно. Уже в 79 году у них были первые записи, и они уже выступали не только на вечеринках в мадридских общежитиях, но и на небольших площадках столицы. Однако не как группа, а всегда как автор-исполнитель, которого сопровождают его девушка и его брат. Вскоре они встретились с продюсером Мигель-Анхель-Аренас, который устроил он пробы на CBS. Единственное его условие было, чтобы Анна стала главной вокалисткой. Звукозаписывающая компания с осторожностью отнеслась к песням старшего из братьев, поэтому для записи первого сингла их попросили написать материал молодежного характера. Таким образом, после нескольких недель в студии компания остановилась на песне «Сегодня я не могу встать», описывающей ощущения после проведенной вечеринки. Для большего продвижения отец Кано решил купить на собственные средства 100 экземпляров сингла и отправлял их на разные радиостанции. Результаты не заставили себя ждать. Сингл имел огромный успех и было продано более 40 тысяч копий. Вскоре вышел и дебютный альбом, который пользовался огромной популярностью в Испании, и всего за несколько месяцев было распродано 300 тысяч копий. И такие песни, как «Потерявшись в своей комнате», «Я пробрался на вечеринку», «Макияж» стали легко узнаваемой классикой испанской популярной музыки. Мекана этого периода можно сравнить с другими технопоп-группами «Новой волны», такими как «Ультравокс» или «Дюран-Дюран». В звучании группы большую роль играли синтезаторы и драм-машины, а большинство песен было построено на сложных, но четких ритмах. Особую привлекательность композициям придавали мелодии и яркий вокал Анны Тарохи. Второй и третий альбомы группы следовали той же формуле, но достигли заметно меньшего успеха. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Хотя альбомы собрали большое количество проданных копий, продажи не оправдали ожиданий компании, что привело к разрыву контракта. Группа переходит на новый лейбл «Ореола». Кроме того, музыканты меняют свой подход с технопопа на смесь попа, рока и традиционных латинских ритмов. Именно этот период выработал фирменный звук коллектива, во многом благодаря которому группа стала известна и популярна за пределами Испании. Это становится очевидно с выходом альбома «Между небом и землей». Он стал первым в истории Испании альбомом, достигшим одного миллиона копий по продажам. Самым большим прорывом этого периода стала трогательная композиция «Сын Луны». Примечательно, но с этим ангельским треком Мекана хотела представить страну на Евровидении 1986 года. Однако вместо нее была выбрана другая группа. Ну и ладно, ведь любовь к этой песне во многих странах мира со временем нисколько не угасла. В этот период стиль Мекана стал радикально отличаться от предыдущих записей. Если раньше большинство песен было написано «Начо Кано», то начиная с 1986 года его брат Хосе стал доминировать в текстах и мелодиях. Самые известные хиды из последующих альбомов принадлежат именно ему. Если основными темами текстов группы периода записи первого альбома были «Алкоголь», «Вечеринки» и «Подростковая злость», то ядром текстов Хосе Кано являются сложные отношения между мужчиной и женщиной, причем обычно с трагическим концом. Вообще, группа Мекана уникальна в своем роде. Они преуспели не только написать хорошую музыку к своим песням, но и почти все тексты наполнены смыслом. К примеру, уже упомянутая песня «Сын Луны». Сюжет песни таков. Одна цыганка по уши влюбилась в мужчину из другого цыганского племени, а брак между племенами запрещался. Тогда девушка обратилась за помощью к самой Луне. Луна соглашается устроить этот брак, но за свою услугу требует от цыганки отдать первенца, когда тот родится. Желание исполняется, и спустя время у цыганки рождается мальчик странной наружности, с белоснежной кожей и серыми глазами. Увидев такого лунного альбиноса, цыган решает, что жена изменила ему. Чувствуя себя опозоренным, он убивает супругу, а ребенка бросает на вершине холма. С этих пор за мальчиком присматривает Луна. Когда дитя счастливо, то на небе наблюдается полнолуние. Когда же дитя плачет, Луна становится месяцем, своеобразной колыбелью, чтобы баюкать своего сына. То, что в песне выдается за старую легенду, на самом деле почти целиком авторский вымысел. Родился он, правда, не на голом месте. По испанским поверьям считалось, что умерших детей забирает себе Луна. Песня была переведена на итальянский и французский, и была исполнена даже самой Монсеррат Кабалье. Выпущенный чуть позже альбом подарил поклонникам сразу несколько хит-синглов. Одним из них стала песня «Сила судьбы», в клипе, на которой дебютировала знаменитая «Сегодня», но только начинающая тогда актриса Пенелопа Круз. Примечательно, но впоследствии у нее был роман с Начо Кано, который продлился несколько лет. Вторым хитом стал трек «Женщина против женщины», посвященный проблемам однополой любви в современном обществе. Ну и кто бы сомневался, что во Франции эта песня оставалась лидером чарта целых 7 недель подряд. И даже сегодня эта песня является одной из популярнейших хитов в истории страны. Ну а третьим хитом стала песня «Еще один год», которую теперь поют на Новый год в Испании. И даже встречают Новый год так, как поется в этой песне. Если вы в Мадриде, то нужно собраться на площади Ля Пуэрто-дель-Соль, выпить шампанского и съесть 12 виноградин. Если вы не в Мадриде, то нужно сделать то же самое на центральной площади своего города. А если дома, то тогда за просмотром телетрансляции с Пуэрто-дель-Соль. А еще, по традиции сложившейся уже после 1988 года, для создания новогоднего настроения нужно послушать саму песню или спеть ее самому. Ни один Новый год теперь не обходится без этой песни. Тем более, что в ней содержится инструкция по времени начала поедания виноградин. В песне объясняется, что нужно подождать первые 4 удара, и только с пятым начинается отчет тех 12 ударов, с каждым из которых нужно успеть съесть по одной виноградинке. То есть пятый удар и становится сигналом, с которого нужно начинать новый отчет с единицы до 12. В начале 90-х группа выпускает очередной альбом, снискавший большой успех. Композиция «Седьмое сентября», посвященная бывшей девушке Начо Кано, Коломе Фернандес Армеро, вышла летом 1992 года. Для Мекана это был, к сожалению, последний хит номер один. На песню был снят привлекательный клип, вдохновленный немецким немым фильмом «Метрополис» 27 года. Но мне больше нравится песня «Мертвая природа», которая рассказывает испанскую легенду о рыбаке, отправившемся в море, и о его невесте, которая его так и не смогла дождаться, и превратилась в белый камень, покрытый солью и кораллами. Песня «Мертвая природа» Как показывает их творчество, участники Мекана увлекались историей Советского Союза. Так, инструментал трека «1917» адресован революцией в России. А композиция «Лайка» – советской собаке-космонавту, первому живому существу, побывавшему в космосе. «Метрополис» Однако, несмотря на хорошие позиции, в группе появился разлад, а также наблюдалась общая усталость друг от друга. Все началось с того, что в 1993 году Мекана объявила о творческой паузе, и лишь через пять лет «Свет» вышел новый альбом, на котором помимо старых песен присутствовали семь новых композиций. Альбом не получил высоких оценок критиков и широкой публики, поэтому коллектив объявил о распаде в том же году. Почти три десятилетия спустя именно Анна раскрыла настоящую причину распада группы. Неустойчивый климат внутри группы был создан соперничеством между братьями Канна, из-за чего Анна Тароха была сыта по горло данной ситуации, и именно поэтому она прекратила свою работу с ними. Однако все три члена группы построили достойную сольную карьеру. К примеру, Начо Кана в 2005 году поставил очень успешный мюзикл, названный в честь их первого сингла. Его постановки открылись в Испании и Мексике, а несколькими годами позже было объявлено, что в общей сложности он собрал полтора миллиона зрителей. Хосе Канно в настоящее время вдали от музыки и профессионально посвящен живописи, области художественного выражения, в которой он находит признание, которого, возможно, ему не хватало для его музыкального творчества после распада группы. Со своей стороны Анна Тароха продолжает развитие сольной карьеры, экспериментируя в разных жанрах. Последний свой альбом на данный момент она выпустила в 2021 году. Альбом, по словам Анны, представляет собой воссоединение с электронной музыкой. Но все же «Сын Луны» поистине удивительная композиция, завоевавшая любовь всего мира. Кроме того, несмотря на свое, по сути, эстрадное происхождение, это творение пропитано андалузским фольклором и просто испанской культурой. Ведь образ Луны – довольно значимый образ этой культуры, взять хотя бы лирику поэта Федерико Гартье Лорки, целый пласт творчества которого посвящен Луне. Кроме того, в испанской повседневности и ныне у Солнца и Луны есть собственные имена. Образ Луны продолжает присутствовать в современной испанской литературе, песнях и кинематографе. Возможно, в том числе и благодаря группе Мекана. А мне лишь остается пожелать вам хорошего Нового Года, и пусть Луна присматривает за вами, как за своим сыном, и в небе всегда бы наблюдалась полнолуние.